Уже за 30 минут до начала праздника на площади стали собираться славучане. Их привлекали аттракционы, дым от мангалов и торговцы народных ремесел. Гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя-гоя Большая такая культурная программа. Ну и ориентировочно через два часа, а мы с вами встретились в 12.00, будут сжигать масляну. Или куклу, которая собрала в себе все зимние неприятности. Хотя, если честно, зимы, по большому счету, в этом году и не было. Поэтому непонятно, кого мы будем провожать. Ну, солнце говорит, что весна точно будет. И будем надеяться, что не сбудутся прогнозы некоторых синоптиков, которые утверждают, что зима нас еще достанет. Начинается наш праздник на сцене с выступления фольклорных коллективов. Первым на сцену вышел хор «Надия». Словальчане подходили ближе к сцене в ожидании театрализованного действия, которое обычно сопровождается праздник Маслины или колодия. Но организаторы решили подтянуть интригу и вслед за «Надией» предложили послушать хорошо знакомый словальчанам ансамбль «Пой душа». ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И как только ансамбль запел песню про масленицу и про блины, мы решили посмотреть, а чем же сегодня порадовал словальчан наш фудкорт. С блинами было сложновато, а вот шашлыков на любой вкус. А кому не хватало столиков, использовали неработающий фонтан. А музыка со сцены добавляла праздничного настроения. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В торговых рядах мы увидели много корзин и теплых нарядов, а также украинскую национальную одежду. А поднявшийся прохладный ветерок стимулировал к употреблению глинтвейна. Здесь даже очередь была. Пользовался популярностью и паровозик почти из Ромашкина, покатавший, наверное, всех словуческих детей вокруг площади. Кумушки в нарядных костюмах следили за порядком около столба. Желающих залезть было много, но не у всех получалось. Почем на столб залезть? Залезть в 100, слезть в 200. А вы помогаете слезть. А в этом году даже за неудачные попытки вручали лотерейные билетики. И особенно обидно было этому верхолазу. Не хватило буквально 50 сантиметров. А вот у этого молодца все получилось легко. В чем секрет? Вот двум предыдущим не удалось. Я не знаю. Удача. Вторую попытку будешь делать? Ну, да. А что выиграл? Чайник. Чайник? Даже молодость. И они с удовольствием танцевали и весенние, и зимние танцы. А вот Лариса, она же Маслей, она же зима. На вопрос, почему зима так редко посещала в этом году Славутич, ответила. Вы меня так в минулому году хорошо провели, что я думала, что нужно немного вам дать от себя отдыхать. Поэтому я сегодня, я в этом году у вас была очень рада. И не в березне, не в квотне я не прийду, а уже моя сестра весна будет пановать, все озеленять. Поэтому мне нравится славучан и славутицкий люд. И в этом году я до вас очень рада. Диме Переднему досталась роль Волка, чем-то похожего на сентиментально грустного героя одного мультика. А я всю жизнь тут мотаюсь, и никто мне сам косточку не даст. Голодный? Ну, нет. В принципе, блинов хватает, все нормально, да. Что вы будете работать? Концептуально вообще. Ну, выходить и сделаю все возможное, чтобы все-таки весна в Славутич сегодня пришла, да. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Театрализованная часть праздника началась с того, что зима спела песню про себя. Но встретиться ей с весной так и не удалось. Традиционно нашлись отрицательные герои. решившие праздник испортить и весну украсть. И пока они решали, куда весну спрятать, на сцену пригласили еще один хор гостей из Любичской объединенной территориальной громады. Ближе к исполкому расположился развлекательный спортивно-детский уголок. За победу в различных конкурсах вручали талончики на вкусные блины. А вот спонсорами блинов стала наварка. А юные перетягиватели каната так увлеклись, что, начав соревнования около здания исполкома, утащили канат ближе к стадиону. Правда, не все юные славычане принимали участие в соревнованиях. Некоторые даже на Масленице не расставались с любимыми смартфонами. А Любичская ОТГ подготовила к концерту серьезную программу. Кроме хора пригласили и солистов местного Дома культуры. Песня «Волона одна, одна єдина, найлитніша сторона, дорога Україна, в душі мої одна». Ближе к финалу гостевой блок закончился. Самый известный любичский солист, автор гимна Любича, лауреат всеукраинских и международных конкурсов Тарас Тарасенко. И еще одну славянскую традицию вспомнили некоторые славычане. В воскресенье перед постом нужно прощение друг у друга просить за нанесенные обиды. С удовольствием, извиняюсь, перед всеми, кого заставил сумовать в этом году, кто был неудоволен мною. Пробачите меня, пожалуйста. С святом всем, с масленией встречаем весну, встречаем. Хай приходи в наши домицы и неси в себе свое тепло. А вот с фольклором был небольшой перебор. Так считают многие славычане. И на выступление еще одного хора из Михаила Катюбинского ЭТГ перед концертной площадкой оставалось совсем немного народа. Все славычане сместились в сторону финального, самого яркого события, перед которым с помощью волка нашли разбойников и освободили за солидный выкуп весну. А веселый колодей спел песню. Ну, естественно, тоже про себя. Коли на землю сходить солнечный день, Коли природа просит новых песен, Спустився я до вас весну зустричать, Коханям радостью сердца наполнять. И практически почти в 3 часа дня прошло финальное событие праздника. На центральной площади сожгли чучело масленицы вместе со всеми зимними неприятностями. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok